Парни пипец, смотрите, приехала в Рика, короче у меня протекла труба, но это как не моя труба, это труба парка, то есть как бы они за нее отвечают, надеюсь не буду платить там 50 тысяч долларов за вызов, короче вот такая вот хрень, но это просто пипец, гладиатор называется, это специальная машина спасательная, то есть это то же самое, что у нас МЧС, то есть это не именно пожарка, а это универсальная пожарка, скорая помощь, поток, то есть она во всех случаях приезжает, ну в общем у них там полностью все оборудовано, там вон тачбуки стоят, вот здесь, но они сейчас закрыли вот эту хрень, вот эти вот жалюзи открываются и там просто пипец, любые короче инструменты, которые нужны, шланги всякие, там молотки, пожар тушить, топоры, в общем все что угодно, лопаты, в общем там пипец и лестница и все, сейчас покажу вам трубу, ну там 4 приехали эти спасатели, а вот они там уже ремонтируют, вот там партикула труба, он менеджер позвонил, там просто труба, в общем вот парни, чем все закончилось, то есть она продолжает течь, вот видно здесь течет, вот они просто закрутили кран, уменьшили давление и все и в общем они уехали, я не знаю там, ну как бы ко мне точно отношения не имеет, по я этим краном во-первых никогда не пользовался, даже не знал, что он тут, вот и сегодня ну делал тут у строительной работы, тут хотел построить эту, ну чтобы закрывать, вот и заметил, что там чуть-чуть течет, менеджеру сказал, вот, хотели это закрутить, оно как начало оттуда валить, там целое озеро, короче, я потом сам туда руку засунул, труба вот эта выскочила, там наверное сгнило все, потому что ей 50 лет, в общем уменьшил просто напоры, эти уже приехали emergency, они там закрыли типа вентили, уменьшили давление, чтобы меньше был напор и теперь она вызвала сантехника, сантехник приедет, это починит и потом они обратно, в общем давление откроют, большое сделают, в общем, ну починят, буду еще этим краном пользоваться, потому что я вообще думал, что у меня только один кран, оказывается она сказала, что у каждого человека по два крана, то есть один здесь типа для дома тебе предназначен, а второй вот тот для полива, там ведра набирают, ну то есть как бы для удобства, тот был вообще, я не знал больше, что он здесь, потому что я его сразу тогда закрыл вот этим кожухом, это от фильтра, от бассейна, тут чудак для этого жил, у него был бассейн, уничтожник, джакузи, вот, и эта хрень, которая пускает пузыри, там стоял фильтр, он у него там был, сейчас машина стоит, в общем, вот такие вот дела, эти, кстати, спасатели, они приехали через где-то минуту после того, как им позвонили, то есть они очень быстро реагируют, вот, ну я не знаю насчет как денег, это, поэтому не скажу вам ничего, но кто-то говорит, что типа бесплатно в каких-то в городах каких-то надо платить, здесь я не знаю какие правила, ну если это платно, то они там счет сколько-то тысяч пришлют, но это не мне, потому что я не владелец этого крана, и он даже на моей территории, ну то есть я к нему как отношения не имею, но если бы там это вот у меня уже внутри, в трейлере прорвало, то, конечно, была бы моя ответственность, но я бы просто наружные краны бы закрыл и все, то есть, ну в общем, вот такая история, хотел вам просто показать эту машину спасателей, сами спасатели, кстати, нормальные все парни, то есть разговаривал с ним и все, вот, они недавно приезжали, кстати, забирали соседку, этот же самый, там один из них был, а другие в другой смене, вот, и он сейчас, ну он все помнит, он сейчас приехал, такой спросил, как там соседка поживает, а ее забрали там бабушка, и 70 с чем-то лет, 79, по-моему, и она, короче, у нее там крысы, она говорит, завелись, ну я не знаю, я крыс тут вообще в парке ни разу не видел, видел маленьких мышей, ну и то, одну мышь я видел за все годы, но она говорит, что у нее крысы, может, и кажутся, но она сама по себе нормальная, полностью, вот, сейчас покажу вам мое жилище поближе, ее все равно дома нету, и в общем, она пошла посмотреть этих крыс, крыс, у нее там крысоловка стоит на кухне, вот, пошла посмотреть крыс, и в темноте подскользнулась, ну сколько ей лет, конечно, подскользнулась, упала, и сразу сломала бедро в двух местах, и самое интересное, она-то пошла крыс смотреть, у нее ни телефона, ничего нет, а она лежит со сломанным этим самым, со сломанным бедром, вот, лежит со сломанным бедром, в общем, как-то она там кое-как ползком добралась до телефона, хорошо, что сознание не потерял, добралась до телефона, в общем, позвонила в соседке вот той, она как бы за ней просматривает, и позвонила в emergency, приехали ее, отвезли в больницу, говорят, уже сделали операцию, вся операция заняла 40 минут, поставили ей, у нее оказался двойной перелом ключи, у этой, тьфу, выключится бедра, то есть бедренная кость, двойной перелом, но пришлось ставить металлический штифт, то есть за 40 минут ей сделали всю операцию, и вроде сказали, что она уже завтра сможет ходить, в общем, я в шоке, чудеса, чудеса медицины, вариации, вот это менеджера парка, вот это и бедренная машина, хорошо, что она была здесь, то есть не пришлось ее долго искать, и вот здесь вот, я вам вчера с перископа транслировал видео, была лодка у соседки, безбашенная лодка деревянная, ну как лодка, яхта, то есть безбашенная деревянная яхта, 50-х годов она ее продала за 800 долларов, вот сегодня только чудак приехал купить, с мотором, с кабиной, с сиденьями, с рулем, там, то есть полностью на ходу, и даже с трейлером, то есть там только трейлер стоит 1000, вот, ну то есть мне просто не надо, я бы мог у нее купить, вот, а ей нужны были деньги, она продавала его вначале за эту лодку за 12 тысяч, потом за 8, в общем, в итоге она продавала за 2000, потом за 1200, ну, и в итоге, в общем, за 800 долларов продала, ну а так, такие лодки вот стоят где-то 10 тысяч, ну, если там зашпаклевать, полакировать, то есть просто привести в более-менее вид, там мотор, я не помню, 45, по-моему, лошадиных сил у меня был, в общем, вот такие дела, парни, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока, удачи!